Дорогие друзья, день добрый. На календаре у нас 17 мая в импровизированной студии Пуриан, главный редактор Филипп Березин. Тема нашей сегодняшней беседы – Турция. Говорить будем много, говорить будем подробно. Сразу представлю наших экспертов. Это две очаровательные Наталья, Наталья Рысина и Наталья Образцова. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Это эксперты компании Just Prime Homes. Мы общались с экспертами из этой компании и по другим странам, общались на семинарах оффлайн. Мы тоже говорили о Турции. Я хочу просто сказать, что, ну, понятно, наше общение с экспертами сводится не только к часу-полутора общения в рамках вебинара. Мне кажется безумно интересным тот факт, что и одна Наталья, и вторая, они много жили или живут в Турции, они знают ее изнутри, и именно очень многие факты для наших зрителей, может быть, и не будут новыми. Но вот эти ощущения, вот эти знания, эти эмоции, которые наши эксперты сегодня наверняка со всеми поделятся, они, мне кажется, в данном случае будут очень-очень ценны. Но, как я уже сказал, мы будем говорить и о фактах, будем говорить о конкретных предложениях, и наши эксперты поделятся своим представлением о том, что же сейчас такое рынок недвижимости Турции, на какие объекты, на какие нюансы при покупке. Важно обращать внимание. Традиционно работает наш чат, пожалуйста, задавайте вопросы. Контакты компании Just Prime Home мы сейчас опубликуем. Поехали. Поехали. Сразу оговорюсь, поскольку у нас Наталья Рысина, она находится в Стамбуле, а Наталья Образцова, насколько я понимаю, сейчас в Москве, но вы больше занимались недвижимостью Анталии. Я буду к вам обращаться, Наталья из Стамбула и Наталья из Анталии. Мне кажется, это так же. Хорошо. Чтобы не запутаться. Начнем тогда со Стамбула. Когда, послушайте, три дня назад первый пункт президентских выборов состоялся в Стамбуле. Хотелось бы вообще понять, в ваш взгляд, чем сейчас живет страна, насколько это такое нервное событие. Что у вас там сейчас на улицах, например, происходит? Ну, добрый день еще раз всем. Собственно, я бы хотела сказать, что вообще турецкие выборы – это настоящий турецкий сериал у нас в этом году. Поэтому за ним, конечно же, все активно следят. За первыми выборами, за первым этапом выборов следили абсолютно все. Телевизоры работали во всех магазинах, кафе, ресторанах и так далее. То есть вообще турки – такой народ очень политично настроенный. Поэтому они всегда в повестке. Также хочу сказать, что очень интересный факт, что встречая туристов, сейчас достаточно много туристов у нас в Стамбуле, потому что начался сезон, уже хорошая погода, поэтому на все туристические места огромные очереди. И в этих очередях тоже уже на русском языке слышно обсуждение политической ситуации, обсуждение выборов, кто все-таки победит и так далее. Как мы все знаем, практически равные результаты показали выборы. Эрдоган немного обогнал, но в целом действительно чувствуется ощущение того, что в равных частях люди поддерживают и одного представителя, и другого. Поэтому, собственно, ажиотаж и интерес к тому, какой будет все-таки исход, он, безусловно, есть. Если говорить в целом, то в целом жизнь кардинально никак не изменилась с последних выборов. То есть на улицах спокойно, как я уже сказала, много туристов. Увеличилось количество граждан, полицейских и еще кого-то в каких-то популярных туристических местах. Но, опять же, это безопасность, которая в целом присутствует в любой туристический сезон. Поэтому сильно заметных изменений пока мы не видим, но ждем, конечно, 28 число. Окей. Наталья Анталия. Так, вы Наталья из Анталии. Ваш взгляд на сколько вообще рынок недвижимости нервно воспринимает всю историю с выборами? Потому что пришла, например, статистика вчера. Собственно, иностранцы очень резко сократили спрос. А, например, граждане Турции тоже сократился он по сравнению, скажем, с прошлым годом, но гораздо в меньшей степени. Ну, здравствуйте, да, все еще раз. Во-первых, конечно, выборы повлияли, и все ждали их, и некоторая затишка наблюдалась. Тут, безусловно, и как на внутреннем рынке, так и на внешнем рынке. Но это не сказать бы, что это очень как бы было затяжное, да, затишье. То есть где-то за 2-3 недели немножко стало меньше сделок. Люди действительно сказали, давайте подождем, потому что есть чего подождать. Действительно, у многих восприятие, которые особенно люди не погружены в тему, да, восприятие этого такое, то есть может что-то реально измениться. Поэтому, конечно, и внутри, и внешние сделки немножечко приостановились. Но кто действительно настроен и кто погружен в тему, как покупали, так и покупают. И у нас в том числе сделки происходили и на прошлой неделе, и на этой. То есть это люди, которые действительно погружены в тему, они настроены на Турцию, на них выборы никак не повлияют. Я еще можно добавлю кратко. Как раз на этой неделе общалась с застройщиками. Многие застройщики сказали, что увеличилось количество сделок с арабскими странами, так как они тоже являются иностранцами. У них тоже есть опасения того, что может закончиться программа получения паспорта и так далее. Но вот они менее боязливые, чем мы, которые сели в ожидании. И они, наоборот, сейчас более активно стали скупать недвижимость для получения паспортной программы. Вот вообще этот вопрос такой понятен, что он совершенно в каком-то смысле риторический, а с другой стороны, поскольку вы все-таки гораздо больше находитесь внутри всей этой истории, ваше мнение и, может быть, ваши какие-то инсайды тоже будут очень ценны. И примерно там 3-4 месяца назад заговорили о том, что кандидат от оппозиции рассматривает возможность запрета, введения запрета на покупку иностранцами. Последние там полтора-два месяца об этом практически уже ничего не говорили, то есть как бы там уже какие-то другие истории пошли. Ваши ощущения, на что здесь можно рассчитывать, какие риски, какие возможности есть? Можно я начну? Собственно, да, это действительно открытая информация, что оппозиция, именно Кемаль Кылыч-Даруглу, он выступал с речью о том, что он введет мораторий на приобретение недвижимости иностранцами на 5 лет. Но в его предвыборной кампании, в принципе, достаточно много противоречащих фактов друг к другу. То есть помимо того, что запрет на приобретение недвижимости иностранцами, в то же время там есть пункт о том, что привлечение крупных инвестиций за рубежа. Ну то есть немного противоречащие факты. Конечно, такой шанс действительно есть при приходе оппозиции, но опять же предвыборная кампания и реальные действия – это часто разные вещи. Это такое основное и первое. Единственное, что мы знаем на 90%, что, конечно, прогнозируется увеличение порогового входа, даже в случае, если президентом будет также Реджек Эрдоган, то все-таки есть большие шансы того, что получение паспорта будет уже стоить не 400 тысяч долларов за вложение в инвестиции, а может стоить больше. Но по опыту предыдущего повышения вот этого порогового входа, они озвучивали это за два месяца до введения. То есть было обязательно какое-то буферное время на введение данного закона. Также мы точно знаем, что закон не имеет обратной силы. Соответственно, те, кто приобрел недвижимость сейчас и подали на получение гражданства, еще не получив паспорт, они, собственно, попадают в эту программу, они продолжают подаваться и получат паспорт в течение оформления документов. Ну и последнее, наверное, что я бы хотела сказать, что все-таки любой закон, он принимается в нескольких чтениях, да, это не однодневный процесс, поэтому все-таки даже если придет оппозиция, мы надеемся и ставим свои ставки на это, что даже если будет какой-то мораторий и так далее, то это будет спустя какое-то время, пока закон будет полностью внесен. Ну, опять же, это может быть просто пока предвыборная кампания ради победы. Да, окей. Давайте тогда перейдем уже к такой практической истории. Собственно, значительное число иностранцев, ну и россиян, и украинцев, кто покупает недвижимость в Турции, они покупают с целью получения либо беда на жительство, либо гражданство через покупку недвижимости. Несколько слов давайте об этом вообще по вашей практике. Что сейчас происходит, например, с оформлением видов на жительство через покупку, через аренду в разных регионах? Наталья из Анталии, давайте с вас начнем. Да, ну скажем сначала о самом простом, да, вид на жительство, который большинство людей использует. Это не покупка туристического называется. Это вид на жительство, который по аренде большинство людей получают, и потом его благополучно много лет продляют без покупки недвижимости. В Анталии, в Алании и, в принципе, везде на побережье в данный момент его практически никому не продляют. То есть, чтобы даже если люди сидели долго по этому виду на жительство, 2, 3, 4, 5 лет, вот в прошлом году взяли и не продлили. То есть, сейчас, ну, можно сказать, что это повсеместно на побережье точно тенденция. Туристические виды на жительство не продляют и в многих случаях не дали открывать первоначальник. По поводу вида на жительство, который от покупки недвижимости, да, он называется по недвижимости. Соответственно, это вид на жительство дается при покупке недвижимости. Ну, будем говорить о больших городах, это 75 тысяч евро. Соответственно, 75 тысяч недвижимость должна стоить, чтобы вам выдали по вашему ТАПУ документу о собственности этот вид на жительство. Если есть ограничение 50 тысяч, но это для маленьких населенных пунктов, практически это никто не покупает, потому что это где-то в горах, это где-то вне туристических мест, далеко от моря, в середине полиции. Это вид на жительство, его продолжают давать, соответственно, продлевать, с ним проблем нет. Единственное, что это должны быть районы, не закрытые для получения вид на жительство. Сейчас по Стамбулу вот Наталья, наверное, нам продолжит, какая ситуация с видом жительства в Стамбуле, да? Да, Наталья, пожалуйста. Да, по Стамбулу, в принципе, аналогичная история, то есть если это туристическое ВНЖ, то огромное количество отказов. У меня, конечно, нет четкой статистики, да, я думаю, что есть случаи, когда его действительно продляли или выдавали первичный. Там сейчас увеличилось количество документов, которые необходимо прилагать по сравнению с тем, как это было год назад и так далее. А если говорить про ВНЖ от покупки недвижимости от инвестиций, то его также дают. В Стамбуле, если берем во внимание, да, всю огромную площадь, которую занимает Стамбул, то в Стамбуле меньше всего закрытых районов. В Стамбуле открыта вся азиатская часть Стамбула, а это прекрасное, потрясающее место для жизни, которое сами турки предпочитают именно для жизни, потому что Европа, она более старая, и там в основном все живут больше для бизнеса, да, то есть там работают, в Азию ездят домой отдыхать. Так, по крайней мере, говорят сами турки. В Турции есть несколько сейчас районов, в Стамбуле, точнее, есть несколько закрытых районов, но опять же, это такие районы в большинстве своем, где недвижимость за 75 тысяч долларов просто купить невозможно. То есть это центральные районы, Шишли, Бешикташ, Беглу, Фатих. Их в Фатихе в принципе никогда недвижимость не покупали, потому что это только туристический район, как раз это место, где находится Ая-София, и вот все эти наши достопримечательности всеми любимые. Поэтому касательно Стамбула, таких районов немного, и в основном весь Стамбул открыт для получения ВНЖ. Давайте тогда перейдем к программе гражданства. Опять же, собственно, главная цифра на данный момент та же самая, да, то есть 400 тысяч долларов, это такой рубеж, пока на нее мы ориентируемся. Ваш опыт последних месяцев, может быть, недель. Какие-то изменения, что глобально изменилось в выдаче паспортов и вообще во всей этой схеме? Ну, поскольку, знаете, о каких-то изменениях вроде говорили много, но насколько практически они что-то изменили в трудностях для потенциальных покупателей? Ну, кто начнет? Давайте я, наверное, пару слов, потом Наталья продолжит. Основные изменения, вообще изменений было достаточно много за последние полгода даже, я бы сказала, но кардинально их почувствовало маленькое количество людей. То есть из основных изменений теперь инвестору нужно прилететь дважды в Стамбул, например, ну, либо в другое место, если мы приобретаем недвижимость для гражданства. Почему? Потому что первый раз ему нужно обязательно прилететь, чтобы оформить доверенность на адвоката, который будет в дальнейшем подавать все документы за него. И второй раз вот это нововведение, что нужно обязательно прилететь на сдачу отпечатков пальцев именно по месту, где вы покупаете недвижимость. Вот. Такого раньше не было, это ввели не так давно, менее чем три месяца назад. Вот. И, соответственно, теперь инвестору нужно обязательно прилететь, сдать отпечатки. Это для получения резидентской визы. То есть это период до момента получения паспорта. Вот так. Вот. Это вот из таких изменений. Конечно, еще есть изменения в том, что сейчас процесс немножко затягивается, да, то есть если ранее мы могли говорить полгода, то сейчас мы говорим от шести месяцев до года. Вот. Но это, опять же, не влияет на отмену паспорта либо еще что-то. Это просто процесс оформления, процесс проверки всех этих документов из-за большого количества желающих. Вот так. Наталья из Анталии, да, несколько слов. Что вы видите? Какие тенденции, какие, ну, возможно, трудности, какие-то особо интересные кейсы последних, может быть, там, недель, может быть, месяцев? Или, по большому счету, все то же самое? Все то же самое абсолютно. Ну, поскольку закон, в принципе, не отличается, да, Стамбуль и Анталия, да, это просто количеством в том или ином районе подачи на получение паспорта регулируется. Ну, в принципе, такая же тенденция. Сейчас стало больше времени занимать, потому что всегда на море тем более обуславливается начало сезона, то есть там с марта, с апреля, когда теплеет, все смотрят в сторону юга, более, чем раньше они смотрели, когда было холодно. И, соответственно, увеличивается, да, поток, увеличивается подача, увеличивается время. Мы пытались, правильно сказала, как бы так. Единственное, что еще, ну, это давно уже произошло изменение, которое раньше можно было покупать недвижимость на разной этапу, складывать эту сумму из этого, по 400 составляло. А из самых такое очевидное изменение, что сейчас нужно, чтобы все ваши объекты недвижимости, если вы не из одного объекта недвижимости составляете сумму 400, они чтобы были на одно, оформлены одним контрактом, на одно связи с вас. Насколько это критично? То есть насколько вот это изменение, оно, ну, так, для выбора многих, на выбор многих определяющими является? Я бы не сказала, что оно критично. Единственное, что если просто кто-то потом собирался, да, эту какую-то одну из этих недвижимостей продать, быстрее, да, другую или там кому-то отдать, соответственно, да, то вот тут немножечко сложности возникнут, да. Если просто человек собирался купить эти две квартиры, одну сдавать, в одной жить, ну, это никак абсолютно его не было решение. То есть это не критичная история, это вот как бы детали больше. Ну, и давайте тогда перейдем еще к такому вопросу. Мы с вами еще там до эфира тоже про него говорили. Мне кажется, здесь ваше мнение будет очень интересным. Все-таки выбор недвижимости под гражданство, он такая непростая история, такой квест в значительной степени зависящий от целей человека. Давайте тогда, может быть, немножко раскроем эту тему и в зависимости от целей, может быть, дадим какие-то практические советы. Я, кстати, тут уже подключу презентацию, потому что там есть, на мой взгляд, несколько очень ценных слайдов. Наталья из Анталии, давайте, может быть, с вас тогда начнем, а потом уже переместимся в Стамбул несколько слов. Давайте, если мы изначально говорим сейчас вопрос именно под гражданство, да, или, в принципе, обо всем выборе недвижимости, куда смотрят люди, выбираясь недвижимость в Турции. То есть есть несколько разных вариантов, почему люди покупают недвижимость в Турции, да. Либо это действительно человеку нужно только гражданство, но, как правило, к этому же идет плюс и инвестиция тоже, да. То есть гражданство, оно у нас всегда идет либо с инвестицией, либо с переездом вместе, потому что как бонус вы получаете гражданство, но при этом у вас есть недвижимость, и она либо вам приносит доход, либо она приносит вам удовольствие от проживания в этой недвижимости. Соответственно, всегда у нас с паспортом вместе будет идти вторая сторона. Естественно, человек, который думает ревоцироваться, да, он должен задуматься о том, откуда он будет получать доход. Вот будет ли он там с семьей жить, да, ему нужна где-то рядом какая-то инфраструктура для семьи, для детей и так далее, да, окружение общества. Потому что много таких ситуаций бывает, когда человек показывает квартиру, он ее смотрит, как классно покупает, а потом не может понять, как с этими соседями и в этом социуме, в этом районе будут существовать и будет этим расти. То есть такие кейсы есть, к сожалению, поэтому это нужно все учитывать. Если инвестиции, опять же, человек должен смотреть не только на то, сколько эта квартира будет, например, плюс, да, приблизительная стоимость, насколько прибавится, также, насколько ее можно сдать в аренду, какие факторы вокруг этого будут влиять на арендную стоимость данной квартиры и на ее повышение стоимости, да, какие объекты рядом, может быть, построятся, какие, которые принесут большую стоимость, уже открытие аэропорта или рядом будет бизнес-центр, или часть этого комплекса сдается под отель и там будут, можно будет сдавать недвижимость как отельную, да. То есть вот все эти факторы, они заставляют нас выбирать конкретный объект и предлагать конкретный объект нашему покупателю. Давайте, ну, такой, может быть, классический вопрос. Начнем все-таки с инвестиционной, да, составляющей. Вот я посмотрел, опять же, на карту, посмотрели, вот здесь у вас интересное довольно перечисление. Есть некоторые районы, где там релокации плюс инвестиции, а где там чисто релокация. Например, то есть можно ли сделать такое обобщение, что все-таки вы районы курортные скорее рассматриваете как релокацию, как минимум, что я вижу, например, вот там Фетхе, Марморис, Кемер, это именно релокация, а вот Анкара, это в первую очередь инвестиции. Почему так? Ну, я отвечу, да, во-первых, я как уже сказала, нельзя только одну составляющую выделить, это довольно-таки условное обозначение, да. Например, возьмем Фетхе, почему там стоит только релокация? Конечно, в Фетхе недвижимость тоже дорожает, да, и это безусловно, и, в принципе, она тоже растет, и это инвестиция, но поскольку в основном, да, там недвижимость предлагаемая, это частные виллы, и, как мы все знаем, в любом случае, в рынке недвижимости продать частную виллу, тем более уже бывшую в использовании, она как бы не сильно растет в цене, а продать квартиру в комплексе, в котором есть торговый центр, есть рядом куча инфраструктуры, рабочие места и так далее, она более растет в цене, и можно сдавать в аренду, да. Соответственно, в любом случае, это тоже инвестиция, но может быть не с таким явным подтекстом, поэтому такие регионы, как Кемер, Фетхе отмечены только таким значком, да, там прекрасно жить, замечательно, и действительно, они очень хорошо подходят для релокации, потому что это расслабно, ну, если человек переезжает в теплую страну, он хочет, чтобы рядом было море, поэтому в основном они отличены таким значком, но это не значит, что они не дорожают, и они не приносят дохода от аренды, например, виллу Фетхе можно сдавать, и сдавать дорого, но единственное, что это немножечко будет сложнее, если нет управляющей компании, потому что сдать виллу – это больше короткий срок, да, вы же не можете ее сдать на много лет, это очень мало людей, которые хотят прям хорошую виллу снять и жить в ней там 5-7-10 лет постоянно, то есть это скорее летний недвижимость. Два вопроса, во-первых, несколько комментариев, спасибо, уточнение тоже наши зрители делают, но пару вопросов, и потом мы перейдем уже чуть подробнее по Стамбулу поговорим. Во-первых, стали ли сейчас отказывать зависимым членам семьи, которые подают на БНЖ вместе с основным заявителем? На получение паспорта? Нет, я думаю, что ВНЖ. ВНЖ? Вы знаете, мне… Да, Наталья, говори. Мне кажется, тут каждый член семьи рассматривается отдельно, но если мы говорим про детей и так далее, то они, конечно, к родителям примыкают. Ну да, зависимые, если дети, да, Наталья, извините, я поняла, сейчас уже осознала вопрос, если зависимые брать детей, то нет таких кейсов, но если дети идут с родителями, у родителей все в порядке, как бы Наталья говорила, что сейчас увеличилось количество документов, которые нужно подавать на это дело, то есть это нужно доказывать свой доход извне или доказывать свою состоятельность, да, в Турции, как бы в турецком банке. Если сумма, она достаточная, и у родителей все в порядке, то дети, которые идут с ним, им никаких отказов быть не может. А если это родители, например, да, то есть, например, я подаю, и у меня есть мама или папа, которые мои зависимые члены, да, семьи, тут идет уже история о том, что нужно просто правильно оформить документы, нужно правильно написать все заявления о том, что вы берете на них ответственность, и суммы, опять же, должно хватать на то, чтобы это было 2-3-4 человека. Окей. И второй вопрос тоже Наталья из Анталии, кто пишет, ей-богу, стихи. Если у человека 2-3 квартиры, ну, в сумме на 400 тысяч долларов, на кого и как она должна быть оформлена для, видимо, уже под получение паспорта? Это, видимо, речь шла о том, что вот история с Тату, чуть-чуть поясните, пожалуйста. Если уже 2-3 квартиры, то тут уже история как бы не работает, да, то есть сейчас нужно, чтобы эти 2-3 квартиры были куплены на один контракт, то есть если у вас одна квартира есть, вы сейчас докупаете вторую, у вас не получится история. То есть, как изначально я сказала, то есть сейчас, если у вас 2-3 квартиры, уже есть на вас, да, и вы не можете по ним подать на собственность. То есть нужно совершить покупку, чтобы это была одна покупка на такую-то сумму, на сумму не меньше 400, то есть одна покупка, не сейчас 200, потом 300, или через 2 часа 300, да, это один контракт. Соответственно, по этому контракту вы должны подать на собственность, на, простите. На годнопарку. Окей. Давайте тогда пару слов о Стамбуле. Да, еще очень важное дополнение. Вся эта недвижимость должна была, должна быть куплена, соответственно, у турка, который владеет ей не меньше чем 3 года. Да, и если компания, то компания должна иметь капитала, большую часть капитала иностранного, то есть она должна быть турецкой. Ну, а насколько вот эти изменения, они, ну, действительно, на практике случаются случаи, когда человек подбирает недвижимость, и она под гражданство не подходит именно под этим критерием? Или все-таки они, скорее, знаете, так, ну, для порядка сделаны, а по факту, в общем... Нет, не для порядка, абсолютно все сделано четко, и действительно, очень часто люди, когда сами пытаются найти себе недвижимость, есть очень умные люди, которые приезжают в страну, говорят, я сейчас там возьму и все, сам куплю, покупают недвижимость, и кейсы такие были у нашей компании тоже, потом приходят и говорят, помогите, я купил квартиру за 500 тысяч, но она не подходит под гражданство, по нескольким факторам. Поэтому тут надо очень четко все эти правила соблюдать, все это проверять, и у нас, естественно, вся недвижимость, которую мы предлагаем под гражданство, да, человек нам говорит, я хочу под гражданство, тогда мы предлагаем ему только ту недвижимость, которая под это подойдет, вот, а есть объекты, которые стоят там 500-600, да, вроде кажется человеку, что и район не закрытый, да, хотя это не влияет на гражданство, и недвижимость стоит столько денег, но не всегда она может подойти под гражданство, Поэтому тут надо очень четко проверять, это не для галочки закон, это действительно действующая история, еще человек должен правильно предоставить свои документы, о судимости, чтобы не было, поэтому многие все это не зная, тратят деньги и потом не могут уже из-за ситуации выйти. Я вот тоже добавлю, у нас в Стамбуле как раз не так давно такая яркая история на рынке недвижимости случилась, есть один такой популярный достаточно проект, я не буду называть его собственно здесь, чтобы не делать антирекламу, но действительно популярный проект в хорошей локации для подачи на гражданство, при открытии проекта, при старте продаж, там квартиры стоили 700 тысяч, а сейчас спустя вот уже больше чем полгода они стали стоить 500 тысяч, почему-то возникли вопросы сразу у всех, и как оказалось в ТАПУ, там в общем владелец земли один, строит другой, они не смогли договориться, и в итоге данный проект не подходит под гражданство, и я думаю, что большое количество людей, кто приобрел там недвижимость, все-таки сейчас судом и всевозможными там вопросами решают данный вопрос, потому что многие покупали квартиры именно для получения паспорта, такие случаи бывают, для этого, конечно, мы обязательно проверяем все лицензии, все документы о праве собственности, на кого земля оформлена, как все это происходит, это очень важный процесс, который, конечно, самостоятельно сделать, ну, практически невозможно, без адвокатов, без юристов местных, которые знают рынок и знают, как с ним работать. Окей, раз уж мы перенесли в Стамбул, давайте несколько слов, ну, город-гигант, мегаполис, если мы говорим о покупке или под, ну, с инвестиционной целью, допустим, покупку под гражданство с инвестиционной целью, или покупку с точки зрения релокации, чем будет отличаться выбор, куда нужно смотреть в одном случае, куда можно смотреть в другом, если в общем говорить? Ну, самое главное отличие, что когда мы смотрим на релокацию, мы отталкиваемся от того, что хочет клиент, что для него важно, есть ли у него дети, нужны ли им школы, там, есть ли у них родители взрослые, да, в пенсионном возрасте, нужна ли им работа, будут ли они вести какой-то бизнес, им нужен бизнес-центр рядом, то есть тут много факторов, вообще покупка для релокации, это, конечно, более сложная всегда история для любого брокера и для любого клиента, потому что поиск, он учитывает в себе большое количество пожеланий, как правило, а если говорить про инвестиции, то, конечно, в первую очередь мы смотрим на цифры, а цифры мы берем от района, самое главное, да, что мы анализируем эта локация, где мы смотрим недвижимость, в каких локациях будет прирост и почему, мы смотрим обязательно проект, почему мы покупаем его, почему мы считаем, что не будет аналогов там в ближайшем, да, в ближайшем окружении данному проекту, мы смотрим на стоимости квартир в близлежащих комплексах, сколько они стоят, то есть сколько будет нашей квартирой стоить и так далее, мы смотрим на инфраструктуру комплекса, мы думаем, да, и обсуждаем с клиентом, смотрим мы недвижимость на сдачу в аренду, тогда мы часто, например, можем предложить апартаменты, в которых есть десятилетняя гарантия аренды, вне зависимости от того, сдается ваш апартамент или не сдается, крупный отель с мировым именем берет ваш апартамент на 10 лет и платит вам 6% годовых, такой проект тоже в Стамбуле есть, если мы говорим про перепродажу, то опять же мы думаем, кому мы будем перепродавать, почему, например, турок, да, потому что все-таки мы чаще всего перепродаем местным, почему местный захочет купить мою квартиру по 40% к цене, вот когда мы заходим сейчас, то есть вот тут вот, конечно, мы больше смотрим на цифры, мы меньше смотрим на там все возможные дополнительные вводные, хотя и это тоже, конечно, анализируем, и качество отделки, и все прочее. Вопрос, все-таки, если мы говорим о покупке за 400 тысяч, все-таки сумма довольно приличная, ваше ощущение, если мы говорим про инвестиционный интерес у получателя паспорта, лучше покупать один объект за 400 или два по 200, потому что их потом перепродать проще и так далее, в ваш взгляд? Если мы говорим про Стамбул, потому что все-таки побережье, это немножко другая история, там две квартиры более реально купить в хороших комплексах, чтобы уложиться там условно в 400, если мы говорим про Стамбул, то в Стамбуле лично я всегда клиентам рекомендую лучше выбрать один объект за 400, но это будет премиальный комплекс, это будет премиальная локация, это будет хороший прирост, даже если мы говорим про органический рост недвижимости, да, если мы не берем во внимание тот рост, который мы видим сейчас, да, в недвижимости Турции, а берем просто органический, там 10-15% и так далее, но заходя на котлование или заходя на первоначальных этапах строительства, мы в любом случае 30%, но сделаем. Вот в таких премиальных локациях, в премиальных комплексах, в комплексах, у которых, например, нет аналогов в Стамбуле, такие комплексы тоже есть, конечно, безусловно, тут тоже, опять же, зависит от покупателя, потому что многие хотят купить две квартиры в каком-нибудь комплексе и одну квартиру продать, а другую, ну, мало ли, может быть, потом буду сдавать и так далее, такое тоже возможно, но единственное, что если мы подаемся на гражданство, да, то мы обязательно имеем во внимание тот факт, что в течение пяти лет мы не продаем недвижимость, да, то есть мы, собственно, она у нас лежит, вот, точнее, простите, в течение трех лет, в течение трех лет мы не продаем недвижимость, она у нас лежит, и дальше мы ее сможем перепродать. Поэтому я бы больше, да, сейчас закончу, я бы рекомендовала все-таки больше рассматривать один проект, но действительно с большим ростом, чтобы и получить паспорт, и заработать, и быстро вывести свои деньги через три года с хорошим приростом. Наталья, если мы говорим об Анталии, ваш взгляд на инвестиционную, я, может быть, показал бы кадр, то, что у нас есть в презентации, друзья, на вопросы все обязательно сейчас ответим. Вот у нас такой есть про инвестиционную доходность кадр, на основании его, может быть, ваш взгляд на покупку под гражданство, инвестиционную на побережье. Ну, давайте сразу скажем такую историю, которая здесь, в принципе, не обозначена. Побережье не показывает всю стоимость объекта в ТАПУ. Соответственно, если вы хотите приобрести недвижимость под гражданство, и вам нужно набрать 400, то на побережье, например, в Алании, там вообще 50% могут показывать, 50-75, да. В Анталии есть объекты, где показывают 100, где показывают 80. То есть, если вы покупаете Аланию, вам нужно будет набрать недвижимость не на 400, а по факту на 700, потому что покажут из реальной стоимости, которую вы заплатите из рыночной, покажут ТАПУ, в связи с себя собственностью, в кадастре покажут 75-50%. И это надо понимать. Из этого, исходя, конечно, нужно лучше набирать несколько квартир, и тем более, что в курортных частях проще и ликвиднее идет жилье, которое меньше площади, да. То есть, гораздо проще и сдать, и продать квартиру, которая 1 плюс 1, или 2 плюс 1, нежели квартиру 5 плюс 1, да. А мы понимаем, чтобы на 600 тысяч набрать недвижимость в Алании, ну, их нужно как минимум 5 плюс 1 купить, или какой-то очень крутой комплекс, стоящий на берегу, с отельный, новый, крутой, да, там немножко другие цены. Вот, такая история. Поэтому мы, конечно, надо смотреть, что хочет клиент, да. Есть действительно люди, которым проще купить 2-3 квартиры, и все их 3 сдавать. Опять же, история такая, если вы покупаете 3 квартиры, 1 плюс 1, и сдаете их по рыночной стоимости, у вас будет больше прибыли, чем вы покупаете одну квартиру. 4 плюс 1, и сдаете по рыночной стоимости. То есть, маленькое жилье, оно, ну, так же, как и в России, везде, оно ликвиднее, да. То есть, стоимость с увеличением на комнату не увеличивается в 2 раза, да. То есть, мы все это знаем. Поэтому, с этой точки зрения, да, человек, который хочет получать доход от аренды, наверное, на побережье выгоднее покупать несколько квартир. Я бы рекомендовала. Друзья, пару еще уточняющих вопросов. Действительно, могли немножко запутать. Вот, Мария спрашивает про получение гражданства, если сумма 400 набирается из двух квартир. Это отменили, если да, то когда? Не отменили, видимо. Не отменили, но эти две квартиры должны быть куплены одновременно одним контрактом. То есть, если у вас уже есть квартира, и вы думаете, что я сейчас докуплю еще за 200 и получу гражданство, к сожалению, нет. Окей. Это уже год уже такой история. И второй вопрос. 30% рост в какой срок? Вот здесь действительно есть такой кадр. Есть легкий указ, тут все-таки надо смотреть цифра до, да? Перепродажи инфляционных квартир на 40% годовых. Понятное дело, что есть такие примеры, есть пример, я знаю, даже и двукратного роста, но это то, на что, как я говорю, всегда закладываться на это нельзя. То есть, результат может быть фантастический, но давайте говорить, как бы, исходя из среднего. Наталья, вот по Стамбулу, все-таки ваши, ну-таки, давайте так скажем, средний пример нормального объекта, который сдался, который дает перспективы под гражданство с момента начала строительства и до последнего года. Что последний год-полтора-два было? Ну, вот у меня есть кейс, собственно, у нас есть хороший комплекс в районе Ускедар, и он еще строится, уже в течение года происходит стройка, и за год, я прошу прощения, и за год, собственно, недвижимость уже сейчас, да, те квартиры, которые остались в продаже, они выросли на 20%, то есть у меня есть кейс, когда клиент покупал квартиру за 400 тысяч, ровно 400 тысяч, сейчас 1 плюс 1 там стоит от 500, ну, то есть это реальные истории захода на уровень котлована, да, она есть везде, в принципе, и в России в том числе, поэтому такие истории есть, если говорить про 30% годовых в течение какого времени, как правило, это 2 года, 2 года строительства, 2 года, да, даже 30% за 2 года в этом случае, да, да, то есть обычно, если мы говорим про 30%, то это 2 года, вот, это такой, так скажем, это даже более органический прирост во время строительства, то есть это не говорит о том, что это какой-то там неожиданный вдруг прирост случился, а вообще, если говорить про, вот вы сказали, что и в 2 раза повышалась стоимость и так далее, действительно, и такие случаи бывают, самое главное, важно выбирать комплекс и понимать, почему вдруг он будет приносить доход, вот, вот это самое важное, то есть там должна выигрывать либо локация, либо комплекс должен быть какой-то нестандартный, непривычный, да, того, что такой комплекс, которому нет аналогов там в ближайшем радиусе нескольких километров, и тогда понятно, почему там будет прирост. Еще, все-таки, тогда один момент, получается, что если ты покупаешь недвижимость, опять же, говорю, в первую очередь, про Стамбул, в расчете на, ну, рост стоимости, при этом под гражданство, хороший вариант купить недвижимость на стадии котлована, но стоящую уже дороже 400, условно говоря, с тем, чтобы, ну, все, 3 года уже пошли, да, так вот только для этого должен быть, и потом он бы дорожал, и при этом процент был хороший. Да, как правило, если нам клиент говорит, что вот я хочу получить паспорт, ну, конечно, мне бы хотелось еще на этом заработать от перепродажи, через 3 года перепродать, то, как правило, мы подбираем объекты, которые на начальных этапах строительства, ну, в целом на этапе строительства, где не повышалась еще цена значительно или не повышалась вообще, да, потому что цену раз, там, раз в полгода в целом, как только увеличивается спрос, застройщики поднимают, вот, то, соответственно, мы выбираем такие проекты, и через 2 года у нас сдается комплекс, в течение года он заселяется, он заселяется, заселяются все коммерческие площади, и вот на этом моменте мы выходим из проекта, у нас прошло 3 года, мы уже получили паспорт и продали квартиру по выросшей цене, вот, обычно мы предлагаем такую историю, конечно, бывают клиенты, у которых есть какие-то дополнительные вводные, тогда мы уже смотрим мод запросов клиента. Еще уточняющие вопросы, ну, просто пример, если, во-первых, я на всех случаях прошу еще контакты опубликовать, возможно, просто на некоторые вопросы, на которые мы не успеем ответить в частном порядке, можно будет ответить нашим клиентам. Вопрос, купила квартиру в Махмутларе, сумма занижена, в 2020 году ВНЖ не оформляла, получается, что никогда не смогу оформить ВНЖ, мы вроде говорили о гражданстве только. Наталья, то есть к ВНЖ это не относится, эта история? К ВНЖ это не относится, конечно, если она купила квартиру, которая стоила больше, во-первых, сколько она стоила, надо понимать, да, ВНЖ по недвижимости дается квартире, которые стоят больше 75 тысяч. Может, здесь речь идет о Махмутларе, правда? Если не успела, значит, не успела, да, тут уже как бы задним числом-то неважно, когда человек квартиру поперывал, когда он подает на недвижимость на ВНЖ. У нас где-то был волшебный слайд, на них, может, коллеги мои сейчас отметят, его огромный перечень районов, вот он, родной, кто-то может случиться, это вот районы закрытые для ВНЖ, список обновляется периодически, но, по крайней мере, он может быть важен. Ну, вообще еще я бы посоветовала обратиться в оценку недвижимости и сейчас произвести переоценку, сколько сейчас недвижимость действительно стоит, чтобы от этого уже отталкиваться, потому что это важный параметр, чтобы понимать, можно податься на ВНЖ сейчас или нет. Но в любом случае, пока район закрыт, я думаю, что вряд ли это как бы нутуальный момент. И еще один вопрос, как бы можно было оценить затраты после покупки, необходимые на оформление гражданства, сколько это примерно стоит? Ну, давайте я, наверное, расскажу вообще в целом, чтобы у нас сложилась картина. Вот, например, стоит квартира 400, а что еще? Вот, чтобы было понятно про все налоги, да, так скажем. Вообще, к стоимости 400 тысяч долларов, так как мы иностранцы, и мы не, если это наше первое приобретение недвижимости, то мы не облагаемся налогом НДС. Точнее, он будет вычитаться, но мы его не будем платить изначально. Максимум, что мы платим, это 1%, который заранее вшивается в стоимость квартиры. Соответственно, у нас есть стоимость квартиры 400 тысяч. К ней, как правило, добавляется 2% за получение ТАПУ, а именно права собственности. Вообще, данный налог составляет 4%, но большинство застройщиков, если мы приобретаем недвижимость на строящемся проекте, то большинство застройщиков делят этот налог, 2% платит застройщик, и 2% платит непосредственно клиент. Поэтому 2% мы прибавляем к стоимости недвижимости за получение непосредственно ТАПУ. Бывают проекты, когда собственники-застройщики не дают на руки право собственности, пока проект еще строится. Это нормальная действительно практика популярная. В таком случае мы оформляем нотариально заверенный договор, и за него примерно 2 тысячи долларов за оформление за нотариуса мы оплачиваем госпошлину в районе 2 тысячи долларов, но в зависимости, конечно, от суммы, от стоимости недвижимости. Для 400 тысяч это будет в районе 2 тысяч долларов. Это то, что мы обязаны оплатить, приобретая недвижимость. Далее у нас, конечно, будут небольшие расходы. Это расходы на подключение электроэнергии, воды и всего прочего, когда будет сдан непосредственно комплекс. Вот данные затраты составляют не более 500 долларов. В общей сложности туда входит подключение, туда входит первоначальный взнос на коммунальные платежи и так далее. В дальнейшем недвижимость, во владении недвижимости вы будете оплачивать от 0,3 до 1% от стоимости недвижимости, указанной в ТАПУ. Это очень важно, потому что, как мы говорили, на побережье в ТАПУ будет указана сумма ниже, соответственно, и налоги вы будете платить ниже. Собственно, турецкое законодательство для этого и занижает сумму. В Стамбуле, в Измире, в Анкаре это, как правило, 100% показывают 100% в ТАПУ. То, соответственно, вы будете ежегодно оплачивать налог на непосредственно приобретение, на владение недвижимостью. Если говорить конкретно про подачу на гражданство, то такая услуга, она оплачивается дополнительно, потому что это работает большая команда адвокатов, которые ездят и заполняют за вас документы, оформляют все эти процессы, контролируют и так далее в течение от полугода до года. То такая услуга, как правило, стоит 5000 долларов, по крайней мере, в нашей компании. Она стоит 5000 долларов за инвестора и плюс 1000 долларов за дополнительных членов семьи. То есть, если, например, у нас жена, муж и ребенок, то это будет стоимость 7000 долларов за получение гражданства на всю семью. Окей. Давайте теперь несколько слов. Вот мы поговорили о истории инвестиционной. Понятно, здесь можно очень долго рассуждать теоретически, но мы, может быть, на каких-то конкретных примерах посмотрим, о каких доходностях можно, в принципе, говорить, какие объекты вы считаете достойными. У нас даже небольшое видео есть, чуть позже мы его обязательно покажем. А сейчас в Анталию перенесемся. Может быть, такой еще момент. Он, ну, с одной стороны, бытовой, да, для тех, кто хочет релацироваться. Я опять же покажу вот эту картинку. Ваш взгляд, человек, который долго в Турции живет, если мы говорим о релокационных перспективах, да, то есть на что обращать внимание, отдельно поговорим про Стамбул, но отдельно про побережье. Наталья, обращаясь к Наталье Образцовой, ваш взгляд? Ну, тут опять вы открыли ту же самую картинку, да. Взгляд наш, он один, а взгляд человека, который переезжает, он другой. Вопрос, самый главный, что человек хочет получить, релацируясь. Либо он просто уезжает, ему из большого города, ему нужна тишина, да. Тогда мы ему скажем, пожалуйста, есть прекрасные фетхи, есть кемер, да, есть бодрум. Человек, опять же, от бюджета это зависит, да. Если человек переезжает, всю семью перевозит и хочет просто начать жизнь, работу в другой стране, мы, соответственно, продолжим ему другой регион. Да, я скажу, пожалуйста, езжайте в Анталью, потому что там больше возможностей для развития образования детей и для получения, собственно, работы, открытия бизнеса, да. То есть тут нужно смотреть, в первую очередь, от того, что человек хочет получить, переезжая. Почему, от чего-то он бежит, к чему-то он бежит и так далее. Общей какой-то рекомендации, да, если вы хотите релацироваться, езжайте туда, такой не может быть, да. То есть все идет от клиента абсолютно, что он ждет. Если человек хочет, можно основные сделать градации, да. Если человек с семьей, с детьми переезжает, хочет, обрывает связи с своей предыдущей родиной, да. То есть он будет получать деньги там, где он живет, он хочет получить работу, полностью влиться, да, в структуру этой страны. Тогда, конечно, мы посоветуем, ну, большие города, да, где есть возможность найти работу, где есть возможность открыть хороший бизнес, где есть возможность обучать детей, в том числе и на родном языке, да. Не все готовы создавать стресс собственному ребенку, и хотя это возможно абсолютно без знания турецкого языка, отдать ребенку в турецкую школу, так не странно, вплоть до пятого класса такие ситуации происходили у меня на глазах, и дети входили в образование и получали нормальные оценки, да. Но это стресс, если человек хочет, чтобы его ребенок пошел в второй, третий класс, продолжил учиться на родном языке, такие школы может обеспечить Анталия, может обеспечить Стамбул, соответственно, нужно об этом думать, да, и релацируясь. Если человек, опять же, хочет найти работу, он должен понимать, что в той же самой Анталии, где он будет работать, да, если люди с русским языком, с английским языком очень хорошо находят работу в туристической сфере, то есть это должны быть места, где недалеко есть большие, хорошие, дорогие отели и офисы туристических компаний, офисы торговых компаний, то есть это все нужно смотреть. То же самое Измир, недооцененный, скажем так, нашими гражданами в релокации, он очень хорошо подходит и по образовательному моменту, там много университетов, там очень хорошее образование, хорошая культурная жизнь, и сейчас, ну там больше человек может найти себя в промышленных предприятиях, да, то есть там не так сильно разный туризм, чтобы человек поехал в Измир и работать начал в туризме, да, то есть тут нужно смотреть, я повторюсь, от того, что этот человек хочет получить от этой релокации. Окей, переносимся опять в Стамбул, еще пара вопросов, уточняющих к тому, что вы говорили раньше, вопрос, мне очень понятно, вы, Наталья, сказали про оплату от 0,3% до 1%, за что это платежи? Это налог на владение недвижимостью, почему он такой расплывчатый, да, я говорю от 3% до 1% в зависимости от класса недвижимости, от расположения и так далее, каждый объект недвижимости обладает определенным налогом, соответственно, это нужно рассматривать уже на примере каждого проекта. Окей, и такой вопрос, он может быть немножко философский, но очень даже прагматичный, а кто клиент на дальнейшую перепродажу через 3 года, купил я квартиру, которая стоила под гражданством в Стамбуле 400 с небольшим, а сейчас я еще хочу и побольше за нее получить, то есть ее, по идее, должен купить гражданин Турции. Все верно. Он готов к этому. Все верно, мы в основном всегда рассматриваем перепродажу недвижимости для турецкоговорящего населения, соответственно, мы рассматриваем районы, которые любят турецкоговорящее население, да, то есть, что любят местные, что местным важно, что местным нравится и так далее. Мы смотрим и отталкиваемся от этого. И, в принципе, это было еще до предстоящих выборов, но сейчас тем более мы смотрим на местные потребности, что любят местное население. Поэтому, конечно, они готовы, так же, как и, я не знаю, как и везде, да, турецкий рынок внутренний, он достаточно активный, вот, поэтому они покупают и дорогую недвижимость и так далее. Сейчас большое количество появилось людей, да, кто уже через год там и чуть меньше будет иметь паспорта, да, и я сейчас даже не говорю про наше население, я говорю про население арабских стран, потому что, например, сейчас арабы – это огромный слой рынка в Турции. Вот, арабские страны, собственно, мы смотрим в том числе и на них, но вот ввиду текущей, да, политической ситуации, мы больше, конечно, ориентируемся на турков. Окей. Скажите еще такой момент, все-таки, если мы говорим о Стамбуле и о релокации. Ну, понятно, что в рамках одной страны, как Надали правильно сказала, все очень сильно зависит от потребностей человека, но все-таки Стамбул, несмотря на все свои размеры, все-таки относительно всей Турции, место довольно компактное. Если люди для собственного проживания, вот где они селятся, где обычно покупаются те, кто хочет жить в Стамбуле постоянно? Чаще всего наше население, когда приезжают и вот снимают аренду, им очень нравится азиатская часть Стамбула, район Кадыкёй. Это один из самых таких модных районов, в отличие от европейской части он менее туристический, хотя сейчас он очень на слуху у всех. Вот, но там практически не бывают каких-то новых крупных проектов. В основном, я, по крайней мере, в своей практике часто встречаю такие запросы, когда клиент уже примерно знает Стамбул, звонит и говорит о том, что я бы вот хотел Кадыкёй или что-то подобное. Поэтому частый запрос на Кадыкёй, но обычно мы подбираем какие-то проекты также вдоль прибрежной линии, как Кадыкёй расположен в азиатской части Стамбула. Это и Картал, район Мальтыпе и так далее. Вот, если мы говорим про клиента, например, с высоким чеком, с чеком от 600 и выше, с максимальным уединением и так далее, то я бы предложила район Ускюдар. Это самый зеленый район, его, собственно, предпочитают очень многие и богатые турки. И даже если, кстати, говорить про азиатскую часть Стамбула, вкратце скажу, у многих есть ощущение, что азиатская часть Стамбула, это, ну, Азия у нас вызывает какие-то определенные ощущения. На самом деле это не так. Если даже вот сделать пример, то всем нам известный Роман Абрамович живет сейчас в азиатской части Стамбула, вот, тоже на прибрежье, недалеко от района Ускедар, в районе Бикос. Поэтому, собственно, если мы говорим о таких каких-то нюансах, то азиатскую часть Стамбула предпочитают богатое население Турции, предпочитают местные, в том числе и у Эрдогана, своя резиденция находится в азиатской части Стамбула, в районе Ускюдар. Поэтому, собственно, мы и про него часто говорим. Если мы рассматриваем другие районы, да, если мы рассматриваем европейскую часть, то, как правило, те, кто хочет открывать бизнес, либо быть вот, в общем, жители Moscow City, условно, да, ну, вот, привыкшие к такому московскому ритму и так далее, тогда мы рассматриваем часто европейскую часть, это район Маслак, район Ливент, район Шишли, популярные районы в центральной части европейской стороны Стамбула. Если мы рассматриваем семейные комплексы желания у воды, то это либо Азия, вот, как я сказала, Картал, Ускюдар и так далее, либо это районы Белюк-Дизю, уже дальше, ближе к аэропорту, но это районы у воды, расположенные, новые, с большими комплексами, с зелеными территориями, с пляжами и тому подобное. Окей, давайте, значит, ну, еще раз уточняю еще вопрос о Танны, когда мы говорили о налоге на владение недвижимостью, вы имели в виду ежегодный налог? Да, 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 ежегодный налог, все верно. Окей. Давайте посмотрим просто некоторые объекты, причем даже, может быть, не конкретно их, а просто их как некие примеры, да, того, что есть, то, что у нас было, чуть, значит, несколько слуг мы об этом говорили, сейчас я просто несколько примеров подключу, одну секунду, вот они у нас пошли. Наталья из Анталии, вам слово, тем более, что мы говорим именно о Анталийском побережье, и вот вы сказали, что, ну, это, собственно, не секрет, в Анталии налог занижают, налоговую сумму занижают, соответственно, для того, чтобы купить под гражданство, там нужно потратить больше, чем там, 400, может, даже больше, чем 450. И, соответственно, может быть, с этой стороны тоже посмотреть на ситуацию. Здесь и суммы входа, они как бы меньше, да, то есть вот представленный проект, это проект, вот видите, очень мало картинок, потому что это фактически пресс-сейл, только он вышел буквально две недели назад, а там вообще ничего еще нет, но я так скажу про этот объект, очень много уже представителей бизнеса и Анкары, и Анталии купили там себе квартиры, когда там была еще просто нарисована одна картинка, да, то есть комплекс, он... Да, местных очень знающих людей популярный, потому что на стадии вот именно пресс-сейла он гарантировал до 50% прироста, и сейчас продолжает как бы это гарантировать, но уже повысилась цена, уже квартир, которые стоили, там были квартиры 160 тысяч, их уже нету, хотя комплекс продается вот всего третью неделю, да, то есть, а вышел вообще в свет, он как бы две недели назад. Очень хорошо растут там цены, потому что у него есть хорошее расположение, кроме того, да, это Алтенташ, но Алтенташ самый близкий к морю проекту Алтенташи. Алтенташи, в принципе, новый район Анталии, который недавно открылся, ну как недавно, около полутора лет открылся для строительства, и очень сильно там побежали все строить, прям было поле, сейчас это прям красивый град, который спланирован городской застройкой, там будут и парки, и школы, и все на свете. Но конкретно про этот проект, часть проекта будет, как вы видите, там есть все и бассейны, и бассейны на крыше, и бассейны справа, и слева, и в середине, и внутри. Один или два блока, дальше будет принято решение, скорее всего, два блока будут отданы под отель, то есть это будет отельный тип, а все остальные блоки будут пользоваться этой отельной инструктурой, и это будет приносить как бы дополнительную возможность сдавать его в аренду. Естественно, в этом комплексе также есть возможность сдавать управление своей квартирой. Там будет и сервис на пляж, и своя часть пляжа. То есть такие комплексы, они выгодны именно тем, что очень много вариантов дальнейшего его использования. То есть, скажем так, это... Но курортная все-таки история, то есть, когда вы говорите о инвестиционной составляющей, это... Она, да, смотрит в курортную сторону, да, конечно, там именно и прирост цены тем, собственно, и обуславливается, что сейчас там мало что есть, да, через год-два, к моменту окончания, стоять через два года, вам будет все, да, вокруг этого комплекса, и, соответственно, в любом случае тут цена вырастет, да. Его близость к аэропорту, но при этом нет ощущения от аэропорта, потому что район Алтентаж, он расположен вдоль аэропорта, соответственно, взлетающие и садящиеся самолеты, шум от них и все неприятности достаются другим районом. А в обитательном районе Алтентаж достается прекрасный вид на садящиеся и взлетающие самолеты. Вот, в этом он, конечно, перспективен. Окей, хорошо. Вы уже начали говорить про Измир, а в следующий проект как раз вот в Измире несколько слов, ну, соответственно, может быть, даже не только об этом проекте, сколько о городе. Вы сказали, что недооценен. Действительно, я могу сказать, что, ну, относительно Стамбула, я уж не говорю про Анталийское побережье, про Измир, говорят, в общем, немного. Да, все говорят, даже когда в ту сторону смотрят про Бодру, кто-то говорит про Марморис, но про Измир говорят меньше, хотя в Измире тоже самое прекрасное море, идеальный, на мой взгляд, климат, потому что там не бывает сильно жарко, не бывает сильно холодно, да, то есть такой, скажем, приближенный к хорошим европейским морским странам климат, да, он комфортный. При этом в Измире, да, в Измире есть промышленность, в Измире есть работа, да, в Измире находятся несколько университетов, которые считаются, в принципе, очень престижными в стране, скажем так, Измир считается даже, в принципе, турками в Турции, да, это колыбелью просвещения, да, у них даже на эту тему есть национальная песня, да, не будем цитировать турецкий язык, мало его кто поймет, но сам их Акималина Турк, собственно, тоже имел отношение к Измиру, поэтому это вот такая колыбель науки, колыбель знаний и еще, соответственно, близость Измира к греческим частям Европы и той стороны, в принципе, да, несла туда всегда просвещение, больше культуры, чем было в азиатской части страны. Вот, сейчас там строятся очень хорошие комплексы, да, конкретный комплекс, он, ну, практически он уникальный, потому что их там два рядом, один уже построен, видно там на заднем фоне его башни, и вот этот вот новый комплекс, он тоже многоэтажный, он находится очень рядом с морем, там буквально пешая доступность 5 минут, естественно, шикарные виды и построены со всеми условиями новых сейсмически активных правил, несмотря на то, что это башни. Данная компания более 40 лет строит башни, то есть здесь не только в Измире, поэтому тут все прекрасно, все хорошо. Первый комплекс, там рядом стоят несколько башен, да, они закончены, они там проданы, там уже нет мест, был сдан полностью, заселен и очень хорошие доходы по аренде приносит, потому что таких зданий в Измире немного. Это новые полностью люксовые отделки, шикарные окна, шикарные виды, и внизу этих комплексов, соответственно, не только бассейны, развлекательные, парковые части, но и торговые комплексы. Главное, приближенные к пляжу и к бизнес-части Измир, поэтому он, да, он уникальный в этом плане, поэтому здесь его представили. Окей, давайте смотреть дальше. С Измиром более-менее понятно. Теперь переносимся в Стамбул. Наталья, вам слово. Этот проект и про район, пожалуйста. Да, здесь на слайде представлен проект в районе Мальтыпе, это азиатская часть Стамбула, я уже вкратце сегодня о нем сказала. Чем славится Мальтыпе? Своей длинной набережной, которая начинается с Кадыкё и заканчивается там даже аж в Пензике, то есть это такой один из последних районов азиатской части Стамбула. Азия славится своей длинной, бесконечно длинной набережной с велосипедными дорожками, с парковыми зонами для детей и так далее. Данный комплекс находится в 10 минутах езды на машине от побережья непосредственно. Это крупный масштабный комплекс, состоящий из нескольких блоков. Это такой отдельный город в городе, так скажем, с богатой инфраструктурой, с хорошими планировками, с видами на Принцевые острова. Здесь на слайде немного видно вдалеке воды Принцевые острова. Собственно, с высоких этажов, с 8 и выше будет открываться вид на панораму островов. Собственно, если говорить про стоимость, то стоимость начинается от 300 тысяч долларов и выше, подходит для получения гражданства. Если мы покупаем недвижимость на 400 тысяч долларов и выше. Хороший комплекс в приятном районе, с хорошей транспортной развязкой. Практически в самом комплексе, в 100 метрах от него, от входа в комплекс, располагается ветка метро, что очень удобно для Стамбула, потому что в Стамбуле транспортная развязка одна из важных в таком огромном мегаполисе. Окей, смотрим дальше. Здесь я бы хотела даже остановить взгляд не столько на проекте, хотя, безусловно, он очень интересный, сколько на самом районе, и почему этот район сейчас является такой меккой инвестированием. Район Аташихир. В конце этого года, в декабре 23-го года, в районе Аташихир открывается огромный бизнес-центр, финансовый центр Турции. Это решение Эрдогана, которое было принято давно, этот центр уже возведен и построен, туда уже релацировали с Анкары генеральные офисы банков Турции, они уже открыты, и это уже повлияло на цену во многих комплексах, находящихся в Аташихире. Собственно, если говорить про то, как это развивается сегодня, в декабре мы ждем открытия, и на данный финансовый центр выделено 20 тысяч рабочих мест, что, безусловно, говорит о привлекательности покупки недвижимости здесь, потому что огромное количество рабочих мест принесет огромное количество желающих взять в аренду квартиру. Собственно, этот комплекс находится в шаговой доступности, он сдается также в декабре этого года, он строится при поддержке государства, и за каждый месяц просрочки, есть эта формулировка в договоре с этим застройщиком, если вдруг они просрочат сдачу объекта и сдадут нам месяц позже, то за каждый месяц они будут платить 6% от стоимости квартиры. Соответственно, все мы понимаем, что это огромные суммы, которые, безусловно, не будет никто платить, и для этого они сделают все, чтобы сдать его вовремя. Поэтому сейчас уже возведены все три башни, начинается момент остекления высоток и так далее. Всего три блока. Квартиры начинаются от 700 тысяч долларов, но, безусловно, мы со своей стороны обязательно просим скидки у застройщиков, так как мы работаем с ними уже достаточно давно, у нами были проведены большое количество сделок с этим застройщиком, поэтому суммы в целом от 650 и выше. Сдавать в аренду такую квартиру получится от 2000 долларов и выше. Окей, смотрим дальше. Это такой интереснейший проект, который мы сюда добавили. Опять же, тут расскажу и про район, и про проект. Первое, что хочу сказать о проекте, проект меньше, чем месяц назад открыл свои продажи. То есть это максимально новый проект. Там даже пока еще котлована, так скажем, нет, пока только расчищается земля для заливки котлована. Вот, то есть это самая финальная стадия строительства, которая может быть. Цены не поднимались еще ни разу. Это самые низкие цены в этом проекте, которые мог поставить застройщик. Район Гек-Турк. Это очень престижный район, который выбирают турки в первую очередь. Это район недалеко от нового аэропорта. И сейчас, если почитать в интернете, куча информации. Самые престижные, там, инвестиционно привлекательные районы Стамбула. Гек-Турк пишется один из первых, потому что он сейчас очень активно развивается. Там полностью все, вся территория этого района отдано под реновацию. Это говорит о том, что вам не нужно будет платить налог 2% на получение ТАПУ. То, что я говорила в начале, от этого налога вы избавляетесь, потому что это реновация всего района. Если говорить про данный комплекс, то это большая такая семейная концепция. Недалеко от этого комплекса находится знаменитое гольф-поле в Стамбуле. Мы понимаем, да, что гольф-поле это такой премиум-сегмент любителей дорогого спорта. Вот, комплекс выглядит очень приятно. Это семейная концепция, низкоэтажная, вообще весь Гёг-Турк, он такой низкоэтажный и очень зеленый. Также недалеко от проекта находится озеро, собственно, с небольшими пляжами, но оно больше такое для проведения приятного времени, для жарки шашлыков. Турки очень любят это делать, устраивать себе барбекю на выходных. Вот, собственно, вот такой приятный комплекс с хорошим инвестиционным потенциалом. Сейчас цены от 600, 670 тысяч долларов, но, опять же, хочу сказать, что это такой лист прайс, то есть от него обязательно будут еще скидки при полной оплате. Комплекс подходит под гражданство, идеален как для инвестиций, для перепродажи туркам, так и для, собственно, проживания семейной концепции. Окей. Смотрим дальше. У нас пара слайдов. Мы вот предыдущие проекты, о которых мы говорили, они больше для, ну, в том числе и для инвестиций, по крайней мере, мы их так подобрали, наши коллеги из Just Prime Combs. И, Мария, обязательно на ваш вопрос ответим. Я просто хочу обратить внимание, что понятно про все, то есть про каждый комплекс вполне возможно у зрителей возникнуть какие-то вопросы. Я думаю, что корректнее будет просто уже, ну, в частной беседе это обсудить, идти контакты, соответственно, коллег из Just Prime Combs сейчас опубликовать вполне будет уместно. Давайте тогда несколько слов про, опять же, возвращаемся в Стамбул, уже про историю, связанную с релокацией. Больше, чуть-чуть. Больше степени. Пожалуйста. Да, если мы говорим про релокацию, то, конечно, мы, как правило, смотрим уже готовые комплексы. На фотографии представлен комплекс Белик Дезю. Цены на проект начинаются от 195 тысяч долларов. Это комплекс, который имеет собственную школу, да, в Стамбуле есть такие комплексы, на территории которых расположены государственные, частные школы, детские сады и так далее. Хорошая инфраструктура, приятный район, близость к морю. Собственно, вот это так, если кратко говорить про этот комплекс. Вот таких проектов, конечно, большое количество. В разных районах мы выбрали просто поближе к воде, чтобы было, чтобы было понятно. Окей, смотрим следующий тоже, то, стамбульский. Сейчас у меня не прогружается картинка. Ух, сюда, Стамбуль. А, да, все поняла. Комплекс в Ускедаре, это уже такой люкс-сегмент, как я уже говорила про этот район, и в целом про этот комплекс. Комплекс, который выбирают часто политики, комплекс, который выбирают бизнесмены Турции, и в том числе иностранцы. Комплекс также уже готов. Можно заезжать уже хоть завтра. Квартиры от 700 тысяч долларов и выше. Планировки квартир большие. Хочу заметить, что от 700 тысяч и выше. Я говорю не про квартиру 1 плюс 1, а про большую планировку 3 плюс 1. А там просто нет, простите? У вас просто написано 3 плюс 1, 4 плюс 1. Там 1 плюс 1 просто нет. Меньше нет. Нет, меньше нет. Поэтому это как раз-таки не инвестиционный проект. Хотя, когда он начинал строительство, там, конечно, был прирост, и можно было входить в него как инвестицию. Но сейчас это вот именно комплекс для собственного проживания, где есть все, и пилата-студии, и детские комнаты, и фитнес-залы, и красивые виды, и прекрасные, порядочные, интересные, интеллигентные соседи. Вот поэтому такой комплекс для тех, кто хотел бы переехать жить в Стамбул, перевести семью, и жить в приятном окружении. Окей, идем дальше. Еще один вариант стамбульский. У меня, к сожалению, пока почему-то не прогружает слайд. Не вижу, что там за картинка у нас. Апартаменты в Зинбурну. А, все. Да-да-да, поняла. Зинбурну. Хороший район, славящийся, опять же, своей прибережной линией, но это уже европейская часть Стамбула. Комплекс также уже готов к заселению, то есть можно приобрести, подходит он под гражданство, можно получить гражданство, и, собственно, заезжать, и жить в таком прекрасном, красивом комплексе. Вот квартира от 1 плюс 1 до 3 плюс 1 в наличии есть. На первых этажах располагаются торговые площади, то есть такой большой торговый центр, панорамное остекление. В общем, все для вашего комфортного проживания. Окей. И теперь переносимся в Анталию. Анталия, уже вам слово. Да, ну сейчас на картинке представлен комплекс, который, в принципе, я думаю, что погруженные люди в недвижимость знают. Он хорошо сейчас рекламировался. Он прекрасен чем? Что он находится практически на море, да, пешком, ну там где-то 400-500 метров, и то эти метры – это просто впереди стоящие отели. То есть это, по факту, это вторая линия, потому что на первой линии стоят дорогие пятизвездочные отели. Вот, пройдя между ними, вы попадаете на пляж. У данного комплекса отельная структура. То есть в этом комплексе вы можете жить, ну вы будете жить в пятизвездочном отеле, у вас внизу кафе, рестораны, бассейн, обслуживание, полный пакет, грубо говоря, сервис на пляж. Хотя до пляжа можно зайти, это дойти до пять минут, это песчаные пляжи Лары. Также вы можете доехать на сервисе. Есть момент в нем и инвестиционный, потому что комплекс предлагает гарантированную программу аренды. Это вы можете подписать с управляющей компанией комплекс контракт, оставить себе приезд два раза по 15 дней для отдых, а все остальное время вашу квартиру, там небольшие квартиры, 1 плюс 1, 2 плюс 1, будут сдавать как апартаменты отельные, потому что отельные гости будут так же. Это будет как номер, как апартамент в отеле сдаваться, и вы будете получать гарантированный доход. Также здесь есть вторая программа, можно не гарантированно, вы можете сдать его в управление, и вам будут от фактической аренды платить часть денег, соответственно, будете тоже получать доход, но при этом вы можете в любой момент сказать, что, например, я не хочу дальше сдавать в аренду, я про это буду жить сам, и тут уже можете выселить своих жильцов, потому что в этом комплексе, как правило, сдается аренда на отдых, это краткосрочная аренда. Но на релокацию он тоже хорош, в плане того, что там недалеко есть школа, государственная школа новая, есть школа негосударственная, очень удобно до всех мест доехать, прямо перед комплексом автобусная остановка, соответственно, также на автомобиле очень легко доехать, и до торговых центров 7-8 минут, а вы везде доберетесь. Комплекс удобный, комплекс сдается уже с мебелью кухонной, встроенная кухня, то есть у вас уже есть там и плита, и вытяжка, и духовой шкаф полностью, он готов, только вот мебели не хватает, и то вы можете, даже если не хотите, вы можете сказать, управляющей компанией, сделайте мне, вот там есть три образца, сделайте мне так, так или так, и вам сделают уже, можете заехать полностью в квартиру. Хорошо, давайте следующий тогда, уже завершающий наш проект, вот опять-таки Измир, в двух словах про, это, кстати, видимо, не в самом городе? Ну, это не в самом городе, прям, да, не в центре города, это окраина Измир, это район Буялык, тут, чем он привлекательный, что, как бы, на картинке мы видим, и он весь так смотрится, как будто это частные виллы, то есть он очень мил, но несмотря на это, это апартаменты, там есть отдельные на первом этаже, на втором этаже, на третьем этаже, это все-таки апартаменты, это все-таки квартирный комплекс, при этом вот так построен, что вы будете жить, как будто, ну, почти как в таунхаусах, то есть такая структура комплекса позволяет не тереться бок о бок с соседями, небольшая этажность, много площади, да, вы, соответственно, каждый может найти себе место и на лежаке, и возле пассейна, и так далее, комплекс полностью охраняемый, при этом море рядом, 300 метров до пляжа, рядом город, то есть вам не нужно никуда далеко ехать, не обязательно иметь даже автомобиль, в пешей доступности вся инфраструктура города, то есть вы живете, как будто бы на курорте, на виле, но при этом вы в апартаментах, в комплексе, и у вас рядом и школы, и магазины, и вся инфраструктура города, в этом он, конечно, прекрасен. Окей, значит, я еще раз просто хочу сказать, друзья, что все эти объекты, которые были представлены в презентации, во-первых, ну, можно просто обратиться в компанию Just Prime Homes и получить более конкретную информацию о них, мы опубликуем статью по итогам вебинара, скорее всего, ну, или конец этой, или начало следующей недели, и в ней, соответственно, ссылки на эти проекты тоже будут, вы сможете с ними таким образом познакомиться, и давайте сейчас так поступим, во-первых, у нас еще один вопрос, который хотелось бы осветить кратко, потом покажем, у нас есть еще небольшой видеоролик, который Наталья в Стамбуле снимала специально к нашей программе, и потом уже будем закругляться, а вопрос был действительно важный, как-то, ну, слава богу, все плохое так или иначе забывается, и турецкая трагедия, связанная с страшным землетрясением, она, понятно, что она не может забыться совсем, но время лучше лекарь, этого тоже никто не отнимал, что сейчас в вопросе безопасности, действительно ли, что говорят застройщики, опять же, там, выборы, которые в значительной степени обе стороны там педалировали этот вопрос, какая сейчас ситуация, с кого начнем, кто скажет несколько слов. Могу начать я? Да, пожалуйста. Собственно, если удобно. Вообще, не знаю, насколько все наслышаны, но я скажу, что в той зоне, которая пострадала от землетрясения, был населенный пункт, про него очень много писали, где не рухнуло ни одно здание, потому что здание было построено государственным застройщиком Токи. Это такая резонансная тема была, когда все это случилось. В Стамбуле очень многие комплексы строят, это компания, компания Токи, которые строят со всей сейсмоустойчивостью. В основном рухнули те здания, которые были старые, которые строились. Там было несколько новых высот, тогда мы видели на всех этих ужасающих кадрах и так далее, с большими нарушениями строительства. Если говорить сейчас, то, конечно, еще более серьезно увеличились все эти проверки, еще более серьезно все застройщики подошли к освещению всех своих тем, того, как они строят и так далее. Проверок было очень много и вообще первый месяц после всей этой случившейся трагедии у застройщиков, но они практически, можно сказать, и не работали, потому что и спад был очень значительный и в то же время у них было огромное количество работы не с клиентами, а с властями. По предоставлению всей документации. Поэтому сейчас, придя на проект, во-первых, мы работаем только с теми проектами, в ком уверены, у кого есть все эти разрешающие документы, у кого есть все эти лицензии про проведение проверок и того, как это построено. Плюс все застройщики сейчас понимают, что это важная тема для любых покупателей. У многих появились прям макеты того, как построено здание, у многих появились макеты вот этой ролевой системы, которая очень известна во многих странах с высокой сейсмоустойчивостью, когда здание просто, так скажем, качается, но не падает, а ездит, немножко ездит, вот так скажем. Вот, поэтому такая система есть и высотки, которые строятся. Вообще, если знаете, да, то Стамбул, он в принципе в большинстве своем низкоэтажный, но есть большие районы, которые занимают высотки, но эти районы построены как раз-таки в целом на сейсмоустойчивой поверхности, то есть на твердой зоне, так скажем, на скальных породах. Вот, поэтому сейчас, да, если сделать заключение, сейчас застройщики еще более активно проходят все проверки, получают все разрешительные документы, еще более детальное внимание уделяют этому вопросу, и опять же, мы со своей стороны работаем только с такими застройщиками. Поэтому часто, когда к нам приходят с запросом, я хотел бы купить, там, может быть, вторичку, может быть, в старом здании и так далее, мы часто отговариваем покупателей и предлагаем какие-то опционные варианты уже в новых комплексах со всей сейсмоустойчивостью. Окей. Наталья, добавите что-нибудь? Да, добавлю обязательно. У нас даже был слайд в презентации, там карта тоже есть. Давайте я ее покрою. Да, соответственно, Анталия сама, если брать от Кемера и в сторону Аждомерсина, да, это уже не Анталия, но мы видим, это самая желтенькая зона. То есть там есть анталийская плита, которая, в принципе, не подвешена крупным землетрясениям, а если ее и трясет, а ее трясет плавно. То есть, как бы, да, проживающие в Анталии люди могут писать каждый день, ой, сегодня там люстра закачалась или вода в стакане. Это происходит каждый второй день, но сильных землетрясений там не бывает, потому что это середина плиты, и именно середина плиты с неким изрушительным воздействием не подвержена. Конечно, у нас часть дальше, мы видим, Бодру, Марморис, Измир, все красное, в том числе и часть Стамбула, но, как сказала Наталья, правильно, да, во-первых, два года назад были новые правила введены. Конечно, к сожалению, не все компании их соблюдают, а не соблюдают их большей части компаний, которые находятся в сторону, ближе туда, дальше за Адану, Диарбакыр, это азиатская, сильно-сильно азиатская часть, где строят небольшие строительные компании, грубо говоря, некий Али, у него есть трактор, он строит дом, да, то есть такие люди, конечно, мало соблюдают правил, в том числе, Анталья очень правильно сказала, по поводу старых зданий, зданий, которым больше 20 лет, они, как правило, тоже построены небольшими местечковыми компаниями, не строительными холдингами, которые соблюдают все правила и предоставляют документы, и отчитываются, то есть государством, в принципе, построены когда-то кем-то довольно условно, да, поэтому тут надо очень аккуратно к этому относиться, и даже несмотря на то, что, скажем так, Анталия находится неподвижно разрушению зоны сейсмической активности, я бы тоже очень не рекомендовала покупать старые здания в Анталии, потому что есть, как и везде, где возле моря, есть очень сильно подвержены плесени, образованию плесени, и очень сильно подвержены они разрушением их инженерных сетей, потому что турки очень оригинально раньше строили, то есть это полностью заливка инженерных сетей бетон, то есть если у нас можно вскрыть пол, грубо говоря, или стену, и трубу увидите, поменяйте мне что-то, то там вот все залиты бетоном торжественно, если у вас лопнула труба, она будет сочиться внутри бетона, вы должны будете сломать весь полк квартиры, и не факт, что найдете, где сочиться, поэтому это вот, опять же, тем, кто говорит, да, есть, то есть предлагает часто Наталья приходит запросы, вот не даст соврать, что часто давайте мы купим квартиру, мы у нас соседи купили, у нас друзья купили за 100 тысяч, за 120 тысяч в Стамбуле, или там дешевле, двухкомнатную, трехкомнатную, в хорошем районе может быть купили, но вопрос, что с этой квартирой не так, естественно, что документы сомнительные могут быть, и то, что эта квартира не приведет вас к счастью, это, как правило, гарантия. Окей. Ну что ж, тут ценное очень замечание, уточнение, и я попрошу сейчас включить небольшой ролик, собственно, Наталья снимала его в Стамбуле, как я понимаю, на одном из проектов, вот, собственно, Наталья уже, пережмем. Валерий. С нами финальный этап. Весь проект полностью будет сдан к 20, декабрю 24 года, но первый этап сдается уже в октябре 23, то есть совсем скоро. Итак, мы находимся в квартире 3 плюс 1. Пойдемте, я вам ее покажу. Вот так будет выглядеть отделка данной квартиры. Все панно на стенах будут присутствовать. Все, что вам останется сделать, это купить мебель. Прошу заметить, панорамные окна во всю стену. Это кухня. Здесь будет все в точности то же самое, не будет только стола, стульев и посуды. Все остальное, так как вы видите. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо большое, потому что в частном порядке нюансы по проекту тоже можно будет у вас Талия запросить. Ну что ж, друзья, на этом прощаемся. Как-то полтора часа пролетели незаметно. Думаю, что даже какие-то вопросы мы так из главных не успели ответить, но основные моменты понятны. Я думаю, что еще раз контакты компании Just Prime Home будут сейчас весьма актуальны. Опубликуйте, давайте их в чате. Вопросы уже теперь в частном порядке и Наталья Рысина, и Наталья Образцова, экспертом по Турции компании Just Prime Home. Задавайте, пожалуйста. Видео, если кто-то что-то не успел и хочет пересмотреть какой-то кусочек, мы завтра, скорее всего, уже выложим на нашем канале в YouTube и, безусловно, пришлем всем, кто зарегистрировался на наш вебинар. Соответственно, там будут и контакты тоже экспертов, если кто-то не успел их ими воспользоваться прямо вот здесь, сейчас в чате. Дамы, спасибо вам огромное. Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Спасибо, будем рады ответить на все вопросы, нам пишите, звоните, мы всегда, даже любые, не связанные с покупкой, а вообще по стране. Спасибо вам огромное, практическая информация всегда очень-очень полезна. Компания Just Prime Home с Натальей Рысин и Натальей Образцова. Филипп Березин, прианру, недвижимость за рубежом. Спасибо вам, до встречи, хорошего дня и всем мира. До свидания. Спасибо, до свидания.